Но тем временем ГИБДД вновь взялась за водителей, которые паркуются в неположенном месте. Чаще всего из-за оставленных в дворах автомобилей к домам не могут подъехать скорая и пожарная. Сколько раз машины со спецсигналом были вынуждены искать объездные пути, что грозит нерадивым владельцам автора, скажет Анна Княжева. Центр города – улица Симакова. Инспекторам ДПС даже напрягаться не надо, чтобы найти здесь нарушителей. Вдоль дороги припаркованы машины, хотя рядом запрещающий знак. В утреннее время самыми загруженными улицами остаются, как всегда, центр города. Это улица Республики Ленина, Кирова, Тургенева, Симакова, где большинство офисов находится у нас в городе Тюмени. Люди бросают машины, убегают. Сегодня экипажи в центре нацелены на то, чтобы разобраться с нарушителями правил парковки. Поводом стали жалобы от скорой помощи и пожарных. Зачастую они не могут проехать к месту происшествия именно из-за припаркованных машин. Проблемы есть не только на проезжей части, но и во дворах. Эти случаи каждый день только что, они не афишируются как-то, потому что когда там совсем двор заставлен, что вообще там все закрыто, тогда да, об этом докладывают как-то, об этом узнают все. А с такими небольшими трудностями, когда может бригада справиться самостоятельно, они об этом как-то не рассказывают. В день на линию выходят до 40 машин скорой помощи. Они принимают до 700 вызовов. За последние два месяца бригады не могли быстро проехать к месту назначения из-за заторов или припаркованных на пути машин 250 раз. Это отмечено в специальном журнале. А нарушители правил парковки отделались только штрафом. С начала года по настоящее время вынесено 4643 нарушения. за нарушение правил остановки, стоянки в местах запрещенных под дорожными знаками. В это число входят и те, кто бросил машину на автобусной остановке, а также на местах для инвалидов. Некоторым водителям штрафы выписывают ежедневно за парковку в одном и том же месте, а это по полторы тысячи за одно нарушение, то есть семь с половиной тысяч за пять рабочих дней. Анна Княжева, Роман Чинахов, Тюменское время.